Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Fixed Price. Это трэш. Я оставила 4 вот таких вот продукта, которые мы с вами будем тестировать вместе. Это биогелевый патч под глаза от морщин, маска-пленка для всех типов кожи. Она у нас, по-моему, с алоэ, с соком алоэ, винатол, гель для ног охлаждающий и вот такой вот скрабик. Скраб у нас для тела, для бани, но мне хочется протестировать его и на лицо, потому что он у нас заявлен как омолаживающий на основе молотых целебных омолаживающих трав. Здесь написано, что нужно кожу увлажнить и нанести скрабик на лицо. Что мы сейчас с вами и сделаем. У меня ватный диск смочен водичкой, лицо уже предварительно очищенное. Открываем скраб. Вот такая у него консистенция. Вот он. Пахнет он здорово травками. По запаху как бы никаких претензий нет. И будем наносить его на лицо. Написано, пройтись по лицу массажными движениями и смыть водой. Как следует проходим Т-зону. Но запах правда классный. Какой-то аптечной штукой пахнет. Частички довольно крупные. И скрабируют очень хорошо. Прям это скраб-скраб. Делаем пах массажным линиям. Не оттягиваем свое лицо вниз. Круглыми движениями, но по массажным линиям. Смотрите, у меня уже лицо краснеет. Вот лицо мое покраснело. Вот так скрабик выглядит на коже. Частички крупные. Хорошо отшелушивают. То есть в этом плане скраб очень хороший. Я люблю такие скрабы. Ну что, пошли смотреть? Вот я умылась. И что могу сказать? Лицо у меня немножко покраснело. Но никаких неприятных ощущений нет. Никакого дискомфорта. Оно очень гладенькое. Никаких шелушений, ничего не появилось. Сейчас покажу вам поближе. Ну вот, немножко красное. И очень-очень гладкое и нежное. Поэтому скраб со своей функцией справляется. Я ставлю этому скрабу 5 из 5. Он классный. Мне уже прям хочется нанести его. Будем успокаивать свою кожу, чистить поры вот такой вот маской-пленкой. Благодаря своей структуре маска-пленка бережно очищает поры, сужает их, регулирует работу сальных желез. Гиалуронат натрия, проникая в глубокие слои кожи, сохраняет ее увлажненность и эластичность. Сок листьев алоэ, богатый полисахаридами, прекрасно смягчает кожу и способствует снятию покраснений. Вот. После прям скрабика самое оно. А ваша кожа моментально становится гладкой, здоровой, сияющей. Итак, способ применения. Смотрите, для жирной кожи и комбинированной сначала рекомендуется распарить лицо. Ну, в принципе, что мы и сделали. На сухую кожу лица предварительно необходимо нанести увлажняющий гель. Оставить до полного высыхания. А, равномерно нанести мазку-пленку на предварительно очищенную кожу лица, избегая областей глаз и губ. Так. Ну и все. Применяйте один-два раза в неделю. Поехали. Здесь 100 мл. Вот так выглядит тюбик. Очень, кстати, симпатично, презентабельно. Такой красивенький. Детокс, лифтинг и экстра увлажнение. Так, фольгированная она у нас. О, представляете, она у нас фольгированная. Вообще супер. Наносим масочку на лицо. Скажите, пожалуйста, как вы это делаете? Вот маску-пленку именно как вы наносите? Я наношу ее пальцами. Может быть, она и кисточкой хорошо наносится, но я ни разу не пробовала. Мне кажется, не очень. Напишите в комментариях, как вы наносите маску-пленку. Пахнет алоэ. Прям вот алоэ. Разносится по коже хорошо. Я однажды брала маску-пленку в фикс-прайсе, и она прям была комкальна. А это очень даже неплохо. Главное, не заехать на волосы и на брови, а то потом все себе выверить. Скажите, маски-пленки, они такие. Ой, вы знаете, мне вот кожу пощипывает. Особенно в тех местах, где покраснение после скраба. Чуть-чуть пощипывает, как бы ничего страшного. Но тем не менее. Работает, значит. Так, ну вот все. Нанесла масочку. И написано, что нужно ждать 15-20 минут. Ну, то есть до полного высыхания. Липкости быть не должно. Вот так она выглядит на лице. Все ровненьким слоем легло хорошо. Вот в этих местах у меня сейчас пощипывает. Запах приятный. Ну, а пока она сохнет, предлагаю затестить винатол. Гей для ног. Охлаждает, освежает, улучшает микроциркуляцию. Снижает ощущение усталости и тяжести. Для усталых ног девочки поймут. Летом наши ножки очень страдают. Нанести легкими массирующими движениями на кожу тонким слоем 2-3 раза в день. Рекомендуется для ежедневного использования. Интересно состав. Что у нас здесь? А где состав? Троксерутин. Здесь, кстати, это очень круто. Он улучшает микроциркуляцию. Экстракт конского каштана. Здесь. Ментол и масло мяты. Пантенол и экстракт ламинарии. Ну, вообще, просто потрясающе. Ну, а конкретно вот состав именно здесь не написан. И бумажки внутри нету. Смотрите, вот состава нигде нет. Только вот в таком формате. Ну, ладно. Тестим. Так, фольгирован он у нас. Интересно. А, вот он состав. На тюбике вода. Экстракт ламинарии. Экстракт, так понимаю, конского каштана. Мочевина. Это для ног тоже хорошо. Касторовое масло. Пантенол. Троксерутин. Ментол. Мятное масло. В общем, вот он на латыни. Если кому интересно, можете нажать на паузу и почитать. Так, фольгированный. Открываем. Тяжело открывается, зараза. Пахнет прям мятой. Вот я чувствую мят. Смотрите, он такого светло-зеленого оттеночка. И прям мятной конфеткой пахнет. Сейчас попробуем нанести на ноги. И посмотрим, будет ли он действительно охлаждать. Так. Пока не охлаждает. Сейчас вам на руке я покажу, как он разносится. Такой достаточно плотный гель. И состав мне, кстати, очень нравится. Разносится. Превращается практически в водичку. Но все равно гелевая текстура чувствуется. О, пошло охлаждение. О, как здорово. У меня лицо уже стягивает. Реально, реально. Нога прям вот-вот. Холодно ей. Очень холодно. Не, ну эффект однозначно есть. Прохладушка такая пошла. Здорово вообще. Потому что у меня были, была такая практика, что я покупала гель для ног, которые были заявлены, что они с охлаждающим эффектом. Они ничего не охлаждают. Этот реально охлаждает. Пошла прохладушка. Очень приятное ощущение. Тюбик вот этот, по-моему, 55 рублей стоил в фикс прайсе. Состав у него очень классный. Трексерутин здесь 50 миллилитров. Ну, я советую попробовать. Я ставлю этому крему пятерку из пяти. И состав мне очень понравился. Хороший состав. Прям добротный. Все, что нужно здесь есть. Так что, венатолу ставим класс. Маска полностью высохла. Причем минут за 15. Лицо так хорошо подстянуло. Дискомфорта больше, помимо этого, никакого нет. Вот так я блещу. Сейчас будем отдирать. Маски-пленки, девчонки, отдираются снизу вверх. Пленочка получилась, кстати, такая тоненькая, хотя я наносила хороший слой. Вау. Ни в коем случае не вздумайте сверху вниз их отдирать. Будете кожу свою оттягивать. Кстати, не больно вообще. Она так комфортно снимается. У меня вот есть черные масочки. Вот таким чулочком. Вообще не больно, волосы не дерет. Я прям удивлена на самом деле. Потому что первый раз у меня такая маска-пленка, которая не дерет волосы. Очень комфортно снялась. Небольшие кусочки остались. Тут, где была тонким слоем, видно, они и остались. Вот так нормально. Сейчас я остатки еще водичкой смою. В принципе, я довольна. Кожа гладенькая, свеженькая. Никакого дискомфорта нет. Покраснение от скрабика все прошло. Мне нравится результат. Классно. Сейчас я пойду до смой остатки, и мы будем с вами тестить патчи. Девчонки, я храню патчи в холодильнике. Потому что, мне кажется, они так наиболее эффективны. Открываем. Здесь очень много сыворотки. Но я ее не выбрасываю, никогда оставляю. И потом вокруг глаз как бы мажу. Тут такая подставочка, из которой патчи вывылились. Вот она. И в ней тоже тут сыворотка. Так. Ну-ка идите сюда. Первый пошел. Ой, как приятненько. И второй. Запах, кстати, у них еле-еле ощутимый. Такая парфюмерная душечка. Приятная. Они не сползают, не сваливаются. Я могу с ними ходить. Потрясающе. Смотрите, сколько здесь осталось сыворотки. Одна треть пакета. Ее я тоже ставлю в холодильник. И потом использую как сыворотку вокруг глаз. Мне очень нравится этот продукт. Я брала патчи уже этой фирмы. Так, это что у нас? А, это флоресан. Это у нас флоресан. Известная всем марочка. В фикс прайсе представленная. Брала, но другие. Не от морщин, а какие-то другие. Смотрите, здесь коллаген, витамин Е. Укрепляют и тонизируют кожу. Создают эффект лифтинга. И здесь у нас две пары. То есть одну мы сейчас используем. А останется еще одна. Стоят они или 55, или 77 рублей. Сейчас не вспомню точно. Биогелевые патчи для глаз. Это высокоэффективная процедура, замедляющая процесс старения кожи вокруг глаз. Оптимальная формула патчей гарантирует идеальную адаптацию к контуру глаз. Но они действительно классные. Вот по форме. Самая удачная, наверное, форма, которую я встречала. Хорошо под глаз ложатся. Снимаешь, комфортно. И форма. И то, что они не сползают. Это вообще круто на самом деле. Не всегда такие патчи удается найти. Значит, здесь мы должны нанести подушечки и через 20 минут снять. 15-20. А остатки смыть водой. Я, кстати, никогда не смывала. И нормально. Использовать 2-3 раза в неделю. Так, состав. Вода, пропиленгликоль, глицерин, пантенол. Экстракт ирландских красных водорослей. Дальше я не пойму, что. Экстракт ламинария. Это вообще круто. Если вы не пробовали маски из ламинарии, я вам очень советую. В аптеке продается ламинария. Перемалывайте ее блендером или еще чем-то. В порошок. Заливайте водичкой, настаивайте. И на лицо. Это прям омолаживающая маска. Вот такая. Так что, когда в составе ламинария, мне очень это нравится. Максик, ты чего? Гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота, витамин Е, золото, слюда. Я не вру. Смотрите, золото. Голд. Как так? В фикс-прайсе продаются золотые патчи. Ну и все. Сейчас посмотрим, какой будет эффект. Ждем 20 минут. Прошло 15 минут. Сейчас будем снимать наши патчи. Они у меня, я ходила, делала свои дела, никуда не делись. Остались на месте. Написано, нужно смыть, но я говорю, я не снимаю. Мне нравится эффект после них. Никакой липкости нет. Как бы все нормально. Поэтому не считаю нужным, что нужно, что нужно, нужно, нужно. Необходимо их смывать. Ну и смотрите, сами эффект. С учетом того, что я как бы с работы, с ночной сменой, у меня были синяки под глазами, они немножко остались. Но мне в целом нравится, потому что кожа, вот такое ощущение, что она увлажненная, напитанная под глазками. Я люблю вообще эти патчи за их удобство применения, за большое количество сыворотки, за то, что они не сползают. И эффект мне от них тоже нравится. Поэтому им я тоже ставлю пятерку из пяти. Вот такое у меня сегодня получилось видео. Если вам нравится такой формат, обязательно ставьте лайк. Если хотите, чтобы я протестила какой-то продукт из фикс прайса в следующем видео, пишите обязательно в комментариях. Если вы пробовали эти продукты и, может быть, столкнулись с какой-то проблемой, вам что-то не понравилось или наоборот понравилось, пишите обязательно свое мнение в комментариях. Я всегда их читаю и мне всегда их приятно читать. Ну а на этом все. Я прощаюсь с вами до следующих видео. С вами была Светлана. Пока-пока.